Почему заключенные практически перестали набивать персневую наколку «белый крест» на черном фоне? У многих криминальных авторитетов, которые сидели в 80-х-90-х годах, была персневая татуировка «белый крест» на черном фоне. Выглядит она так, как на рисунке. В последнее время такую татуировку набивают крайне редко. С чем же это связано? Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно сначала понимать, что означает данная персневая тюремная наколка. Значение данной татуировки прошел через кресты. Кресты – это следственный изолятор номер один, СИЗО номер один. Данный изолятор один из самых известных и больших на территории России. Располагался он в городе Санкт-Петербург. Построены кресты были еще в 1884-1892 годах. Комплекс был построен по большей мере из кирпича и представлял собой два пятиэтажных здания, каждая из которых представляла собой крест. Отсюда и появилось народное название СИЗО «Кресты». Через кресты прошло огромное количество людей, здесь содержали известных личностей, в том числе в крестах были Троцкий, Раскольников, Антонов-Овсиенко, Заболоцкий, Гумилев. Этот список можно продолжать очень долго. Для многих людей данное место является знаковым. Здесь не только содержались заключенные, но и приводилось в исполнение высшей меры. Именно поэтому многие заключенные набивали себе наколку «Прошел через кресты». Это своеобразная криминальная романтика. Но сейчас кресты, это уже не те самые кресты. Был построен новый корпус, куда были переведены заключенные в декабре 2017 года. Он был построен в городе Колпино. СИЗО номер один стал крупнейшим на территории Европы. Данные корпусы народе называют по-разному, кресты-2, новые кресты и так далее, но никак не кресты. И татуировку «Прошел через кресты» перестали набивать, потому что тех самых крестов больше нет.